Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Актер Борис Клюев был человеком весьма состоятельным. Он много работал в театре, снимался в кино. Но, как говорил он сам, больше всего заработал на сериале Воронины. На протяжении 10 лет он играл в этом ситкоме пенсионера Николая Петровича Воронина, который служил пограничником на китайской границе и работал на заводе. Несколько лет назад на гонорары от Воронинах актер приобрел жилье в Италии. Это трехкомнатная квартира с просторной 55-метровой террасой и садом. Она расположена в райском местечке скале региона Калабрия, что на берегу Теренского моря в 200 километрах от Неаполя. Когда я приехал туда впервые в апреле или мая, шел и радовался. Море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут. Вот жене и сказал, я хочу здесь жить, рассказывал Клюев. Обычно зимой туда на две недели летаю и еще на целый месяц летом. На Апеннинах артист наслаждался тишиной, морем, горами, воздухом, морепродуктами и красным. Но когда в силу состояния здоровья добираться до Италии стало трудно, целый день, жаловался артист. Клюев купил квартиру поближе, обосновался в Крыму. В Гурзуфе он купил небольшую квартирку и очень любил туда приезжать даже на несколько дней. Была у него у Клюева и подмосковная дача, он с удовольствием проводил время в подмосковном Звенигороде. Но сюда актер наведывался не для отдыха, а скорее для физической нагрузки. Сам возделывал большой дачный участок, рубил дрова, занимался ремонтом. Как говорят риэлторы, квартира в Москве, дача в Звенигороде. Гурзуфе и итальянской Скалия могут стоить около 50 миллионов рублей. Но борьбы за наследство актер не предвидится, с 1975 года актер был женат на Виктории Клюевой, а его единственный сын Алексей умер еще в 1993 году в возрасте 24 лет от сердечной недостаточности. Спасибо за просмотр, пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!